Адаптивная школа-интернат номер 17. Здесь ребята с ограниченными возможностями здоровья получают шанс на полноценную жизнь. Новшество в арсенале педагогов – техники альтернативной коммуникации. С их помощью общаться сможет даже неговорящий ребенок. Чаще всего дети с множественными тяжелыми нарушениями, они безречивые дети. Поэтому выразить свою просьбу, свое желание, свое недовольство им очень сложно. А педагогу, в свою очередь, очень сложно понять, что хочет ребенок, какой дискомфорт у него вызывает, почему он плачет, почему он радуется. И вот именно эти методы как раз и будут таким мостиком, которые помогут наладить общение между педагогом и ребенком. Общение при помощи приложений, карточек и коммуникативных досок. Метод зависит от уровня умственного развития ребенка. А внедрение подобных техник в руководстве школы задумывались давно. Адаптивная школа-интернат номер 17 специализируется на детях, у которых нарушение интеллекта, умственная отставость. И у нас есть отдельные классы для детей с тяжелыми и множественными нарушениями. Это как раз группа детей, они и нуждаются в дополнительных методах и приемах работы. Раньше денег на средства для альтернативной коммуникации не было. Помогла субсидия из регионального бюджета. 28 ноября в стенах школы открылся новый методический кабинет. Здесь преподаватели смогут сами создавать коммуникативные карточки и доски для детей. Тут же будут хранить обучающие материалы. Каждый учитель данной школы может прийти и подготовиться к уроку со своими неговорящими детьми. Я очень надеюсь, что постепенно мы придем к тому, что у каждого неговорящего ребенка в этой школе появится коммуникативная книга. Специалисты семейного центра социальной абилитации «Наши дети» помогали педагогам на каждом этапе. От возникновения идей до открытия кабинета. В следующем году на базе адаптивной школы-интерната также планируют проводить обучающие семинары для преподавателей.